С 21-го года в 14-е. Стилизованный под середневечную эпоху лагерь разместился аккурат клею стен археологического музея Берестя. Реконструкторы клуба «Заходная уния» попробовали узнать атмосферу жизни наших прудков, стилизовать побыт, типовый для Европы 14-го года. Стараемся находить либо изобразительные источники, какие-то в виде картинок, книги, музеи, археология. Ну и, соответственно, повторяем. Мы берем выкройки в виде картинок, переносим на ткани и шьем. Ну и используя желательно те ткани, которые используются в 14-м веке. Шерсть, лен, то есть стопроцентные какие-то натуральные ткани. Мужчинам пропоновали пронуться у доспехи пехоты, бармицу, латную оборону ног и рук. Для ожидающих научиться створать самоткатное полотно – майстер-класс по азах ткаства. Безпечные имитаторы зброи, мягкие мячи и щиты – для аматоров сучасного мячевого боя. Но водор из полевой кухни – с покуса для самых досконалых гурманов. Побач под походным навесом дегустация свежеприготованных страв – супа и хлеба. Тут же и презентация столовых приборов, рукомынника, суповой миссы и других вещей по усяденного побыту. Это средневековая супница. Такие супницы бытовали на территории всей Западной Европы в конце 14-го, в начале 15-го века. Вот эта вещь изготовлена по археологическим источникам 15-го века. Археологи говорят о том, что туда помещается от 300 до 500 миллилитров, скажем так, супа или похлебки. Потому что в средневековье супы чаще всего были не слишком жидкие, а каши пюреобразные. Головная мета организаторов – притягнуть увагу до истории старожитного Берестя. Археологичный музей делает это и при помощи новых экскурсий. Наш научный сотрудник Александр Корецкий проведет экскурсию, расскажет, что было на этой территории ранее, где проводились те же раскопки. Покажет не просто, когда мы рассказываем, а покажет на территории, непосредственно здесь, где это все происходило. Что это за валы, которые вы здесь видите, кавальер, что это такое, для чего предназначалось. И вот история, получается, фортиционных сооружений, начиная от строительства замка в средневековье и заканчивая, получается, Брестской крепостью. На новую экскурсию брастовчан запрашают уже худка. У День археолога. 15-го жюня. Диана Мишук, Алексей Рыбкин, Телерадо, компания Брест.